Проливные дожди, сильные морозы или аномальная жара. Эти парни умеют работать в любых погодных условиях. В Волгодонске проходят восьмые областные соревнования аварийно-спасательных формирований Ростовской области. 17 команд борются за кубок губернатора. Для этого им предстоит пройти огонь, воду и медные трубы. Сегодняшнее соревнование – это соревнование лучших среди лучших. Вы уже все победители, потому что с вашей стойкостью, с вашим характером противостоять трудностям, вы такими и являетесь. 300 спасателей в течение шести дней будут проходить испытания, максимально приближенные к реальности. Для них приготовили пять видов состязаний – поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайной ситуации техногенного, а также природного характера, поисково-спасательные работы на акватории, соревнования по кроссу и силовым упражнениям. Некоторые этапы участники смогли заранее протестировать, однако в этой профессии часто приходится сталкиваться с непредсказуемостью. Дымокамера, тепловая камера, куб мы специально делаем закрытый до момента прохождения, чтобы человек попадал в новую среду постоянно, чтобы нарабатывался практически навык. То есть это обязательно. Потому что завалы, так уж позволяет нам матушка природа не делать одинаковые завалы, а они всегда будут разнообразные. Поэтому и спасатели должны работать именно в различной среде. У нас каждый год, если вы увидели, каждый год новые места, новые точки, новые мы делаем трудности, так скажем, которые могут возникнуть при различных чрезвычайных ситуациях. Ликвидация порывов нефтегазопроводов, спасение тонущих людей, эвакуация пострадавших. При прохождении каждого этапа спасатели обязаны соблюдать все правила безопасности. За нарушения начисляются штрафные баллы. Команды серьезные – это и муниципальные, и областные спасатели, которые должны проверить свои навыки непосредственно на тех учебных местах, которые для них подготовлены. Это и обмен опытом, который всегда присутствует. Это и умение пользоваться тем оборудованием, которым они располагают. А располагают донские спасатели новым оборудованием и специальной техникой в полном объеме. Решением губернатора области в Донском регионе работает мощная система обеспечения безопасности, которая включает в себя 28 поисково-спасательных подразделений и 38 пожарных отрядов общей численностью 917 человек. Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело в отношении ростовских спасателей. Напомню, во время потопа 30 июня ученики детской студии на Западном не могли выбраться из помещения, куда стремительно пребывала вода. Преподаватель набрала 112, но ей якобы ответили, что ничем помочь не могут. Детей из студии вывели родители. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщил ряд местных СМИ. Следственный комитет проверил публикацию. В возбуждении уголовного дела отказали. До конца года продлили городскую электричку. Напомню, проект стартовал в марте. Ростовчане и жители окрестностей получили возможность в час пик, минуя пробки, перемещаться на электричках. С остановками на ВНВ, Дестройгородке, Болгарстрое, Сельмаши и Валександровке. Проект рассчитали на три месяца. Правительство области и Северокавказская железная дорога продлили его из-за прироста пассажиров. Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте Северокавказской пригородной пассажирской компании, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра 8 800 775 400. Звонок из любой точки России бесплатный. Будущие супруги Удавицкие познакомились на перроне. Вместе ездили на работу, только каждый на свою. Они до сих пор с теплом вспоминают эти мимолетные встречи, которые стали началом долгой совместной жизни. Жили он на одной стороне железной дороги, а я на другой. Ну и на вокзал бегали на электричке, встречались там. Ну и он мне там… На перроне в ожидании, электропоезд, да. Меня заприметил и так это завязалась наша дружба. Оба железнодорожники уже готовятся отмечать свой профессиональный праздник 7 августа. Любовь к этой профессии удалось привить и младшей дочери. Она с детства мечтала пойти по стопам родителей. Наша семья, меньшая дочь Оля, она закончила технику по связи, потом институт. И сейчас работает тоже на железной дороге. День железнодорожника супруги всегда отмечают в уютном семейном кругу. Это уже стало ежегодной традицией. В гости приходят и дети, и внуки. Желание, как и у всех транспортников, это вот безопасности. А для своих коллег, знакомых, работников здоровья, благополучия, семейного счастья, ну и безопасности движения, чтобы колесо было кругом и крутилось. Точанку-Ростовчанку предлагают разместить на новых купюрах жители Донской столицы. Голосование идет на сайте твоя-россия.рф. Это предложение поддержали больше пяти тысяч человек. Альтернатива – стела освободителям Ростова на Театральной площади. Всероссийская кампания по выбору изображения на новой двухсотке и двухтысячной купюрах стартовала в конце июня. Голосование проводят в несколько этапов и завершат в эфире телеканала «Россия-1» 7 октября. В Ростове в парке «Революция» протестировали новое колесо обозрения. Высота сооружения 65 метров, примерно с 24-этажный дом. Колесо признано самым большим на юге России и третьим по величине в стране. Напомним, что колесо обозрения было возведено за полтора месяца со второй попытки. Первое оказалось неудачной. Подвели бракованные конструкции, которые пришлось демонтировать и начинать строительство заново. Пока неизвестно, сколько будет стоит прокатиться на новом колесе. Как сообщает сайт «Панорама», один полный круг, возможно, обойдется желающим в 400 рублей. Закрытые кабинки колеса будут оборудованы кондиционером и системой отопления, поэтому колесо будет работать круглогодично. Прокатиться на этом аттракционе одновременно смогут 180 человек.